Остров Электроэнергию, неработающая баня, нехватка учителей. Обо всем об этом горожане рассказали на встрече с депутатом Государственной Думы от Приморского края Русланом Кондратовым. Учили школу у нас. Сколько там учителей? Пять учителей, они на все руки от скуки. О чем говорить? Английского языка нет? Нет. Математики нормальной нет? Нет. Весь день депутат провел на острове. Встречался с жителями и осматривал окрестности. Несколько часов подряд горожане беседовали с Русланом Кондратовым, делясь наболевшим. По их словам, представители власти к ним вообще не приезжают. И Руслан Кондратов первый депутат, который посетил их за последние четыре года, который действительно взялся решить их проблемы. Автобус пригнали. Постоял он у нас. Увезли его опять назад. Как будто все... О, автобус пришел, да? Все обрадовались. Отправили его на оформление документов. И все. Это что такое? Что с нами издевательство какое? С детьми идут пешком. Два с половиной километра идти. Транспортный вопрос на острове Попова – проблема номер один. Помимо того, что передвигаться сложно по самому острову, также сложно выехать и за его пределы. Паром ходит один раз в сутки. В ожидании этого парома люди вынуждены находиться на одном из самых продуваемых мест острова. На причале нет морвокзала. И нет ничего, зачем можно было бы укрыться от сильного ветра. У людей нет элементарных социальных условий. Нет нормальных врачей. Всего пять учителей в школе. Конечно, это все недопустимо. Многие вопросы, которые сегодня поднимались, для меня были новы, потому что я работаю в Государственной Думе. И, конечно, понимал о том, что эти вопросы должны решаться автоматически. К сожалению, как и везде, власть недостаточно уделяет внимания простым людям, которые проживают в территории города Владивостока, которые проживают в том числе иностранных территориях. Сейчас жители Попова с нетерпением ждут зимы. Можно будет по льду добраться до Русского острова, а оттуда на материк. С таким транспортным сообщением люди покидают остров лишь в крайних случаях. Таких, как поездка к врачу. На острове не хватает медперсонала. Так, например, штатный терапевт замещает педиатра. Стоматолога нет вообще. На поездку к врачу в среднем тратится два дня. Приехав утром во Владивосток, люди вынуждены находиться там сутки, чтобы на следующее утро отправиться домой. Вот такой вот замкнутый круг. Мы постараемся решить однозначно вопросы с ярмарками. Решим вопрос по поводу морвокзала. И я обращусь к медицинским компаниям, которые занимаются медицинским страхованием по поводу медицинского оборудования, чтобы особо уделили внимание тому, что сейчас происходит на Попове. Продолжительные беседы с жителями острова Попова показали депутату Государственной думы Руслану Кондратову, что исполнительная власть забыла о том, что остров – это полноправная часть Владивостока. Сейчас люди живут там, будто в наказание за что-то. А между тем, летом именно на острова массово выезжают жители материковой части. По словам депутата Госдумы, многие проблемы можно решить уже к Новому году. Этот вопрос Руслан Кондратов взял под личный контроль.